Начало миссии! Привет, мальчишки и девчонки, а также их родители! Мы сегодня будем смотреть за продолжением ПБСЛ-2022 Я почему-то какие-то такие паузы делаю Я вопросом задаюсь А чё вы пришли на кого поиграть? Я такой, чё? Ну, одни вроде как не успевают Они там про какую-то задержку говорили У них один не спят А чё с, допустим, с рекрутием? Я, как понял, это нет у Dream Team Всем привет! Ну, может быть из-за разряда солидарности, там, не знаю, уважения к сопернику Мол, ладно, давайте Вас четверо, то и нас будет четверо Но могут доиграться Будет максимально иронично Знаешь, когда ситуация выйдет из-под контроля Dream Team Начнут набирать раунды И в этот момент придет пятый Типа, ну ладно, пацаны Хватит тут Солидарность вот это проявлять Пора поиграть нормально Но посмотрим Добрый вечер, друзья Здесь уже Ганнибалу удается найти два минуса И он вроде как пробирается в сторону Б Планта его не заметит А, подожди Ну, он, собственно, и не чекал вообще это перемещение через мид Я думал, там наверх кафе будет Мониторинг осуществляться под мид Но этого не произошло Ганнибал аккуратненько проходит сейчас на железо А рейки-то закрыты Или это у меня просто Закрыты Ага, закрыты Ну, теперь пострелял Информацию о себе дал Да, он под аплантом Да, есть вариант поставить бомбу Соперников поблизости он по-прежнему не видит Но, как я уже ранее отметил Рекруиты знают о его позиционке И, скорее всего, сейчас у него будет боль небольшая Да, даже бомбу поставить не успел По голове Получил И на это должно выйти сейчас Или что, потянуть время Не выходит? Нет, 4 в 4 Ну, все Не знаю насчет рекруитов Мне кажется, что они действительно пытаются проявить какое-то уважение к сопернику У меня не было 5 в лобби Ну, вот, видишь, тем более Если он был 5 в лобби, они ему скорее все сказали Так, давай Иди, отдохни и покушай Да, да, да Через миг пытаются заходить Так, оно Токио будет принимать У него есть друг Мезмейм Кстати, который пишет До матча о том, что Дару Я говорю, дару Знаешь такого игрока? Клаус Я говорю, знаю Говорит, это я Я говорю, ну, хорошо, понял Будем знать Так что, вот такая вот темка Дару Всем по привету Пишет Алекс Дару Эх, а тут вижу всех Микит Стас гена дюш Йоу, Евгеньич, как бы я только что написал, разобесцердится, что-то пипегово им пускает, ням-ням-ням, ну а что, смотреть будем? Я почему вот как-то так вот некоторые скажут, типа, ну 4 в 4, это же не 5 в 5. Хорошо, спасибо, Илья. Опять начинается вечер просто с очевидного. Мы еще до стрима тоже с Максимкой говорили, и какая-то тема он там рассказывал, и я, ну, буквально повторил, и как будто бы еще там на какую-то логичную темку все равно, ну, так, ну не, ну а что, ну все гениально просто, и как бы некоторым нужно для того, чтобы разобрать какой-нибудь вопрос, или там что-нибудь тоже еще рассказать. А, я думал их сейчас 5 раз, это со мной 5 раз на этой стороне, ну, в общем, было 5. В общем, вот, нужно это как-то повторить и сказать буквально вот на пальцах то же самое, только вот как-то вот так вот. И все скажут, а-а-а-а. Сейчас ты еще больше запутал. До этого было просто ничего не понятно, сейчас вообще ничего не понятно. Так, ну что, будем возвращаться к игре. Ситуация здесь для Dream Team в любом случае неприятная. Даже в условиях равного противостояния там по выжившим игрокам. 4 на 4, собственно, они играют. Не получается пока что вскрывать какие-то позиции. Аман пытается зайти под мид, и более того, хаешка от него залетела достаточно срочно, и закрывает мой арт-Токио. Была попытка от киллера сыграть на размены и на стабилизацию ситуации для команды, но этого не произошло. И теперь уже 3 в 1 будут развиваться события. Не знаю, каковы здесь шансы, насколько они могут быть высокими. Вейк попытался принять соперника под мидом, по итогу получил по шапке. Зато Амон разменялся, принес команде даблкил и раунд. Раунд. Есть. Можно и поесть. Можно и поесть. Я, кстати, покушаю, наверное. Я сегодня днем в свет выбирался. В свет. Ты езжи. Вот. Но только завтракал. Поэтому всем тем, кто кушает, я говорю, что завидую, кушайте на здоровье. Реятного аппетита. Реятного аппетита. Да, мы усаживайтесь по воду в дневной. Последний, перестрелка для него. Захватывает позиция Аплента. Можно было бы сказать, но Токио на перемещении. Железо закрывает. Вот вопросец 4-1. Ну вот, я не знаю, вот как будто, ну, интриги что ли нет или что? Как, не то пальто немного. Так. Токио. Сколько они тут? Третий, четвертый, скорик? Сотый? Ну видно, просто пулечки выплевываются резко прям. Ну и тут слопал. Игроков. ОМОН. Открытие. Его друг Аннибал ставит пачку под Токио. Конечно, без инфы, но под рекламу залетает. Не, ну мало ли кто там подошел. Опа. Выход за спину. Тилер минус по-моему. Не балл. Ответка. Вот один в один. Ну, кстати, при такой теме, наверное, раунды будут чуть больше динамичны. На самом деле, да, вот эти пять раундов, которые сейчас у нас позади с вами. Они вот буквально глазками поморгали и все. Хорошо просидел месяц в бане. Поздравляю с отсидкой Blackstar 98 MD. Это сколько у тебя? Первая ходка? Хе-хе-хе-хе. На 10 патрончиков побольше пойдет. Бомба была установлена. И все так же аккуратно киллер начинает смещаться через кишку. Возможно, надеется здесь подловить соперника, который мог вполне занимать эту позицию. Одна из достаточно часто занимаемых позиционок после установки бомбы. Ну, а чек нет ли под кишкой, вот это уже непонятно. Но определенно Ганнибал должен все это дело слышать. Да, киллер вышел на чек. Ганнибал еще сомневался, откуда будет открываться его соперник. Но примерное понимание позиции оппонента у него было. Среагировать он, правда, не успел. Это четвертый раунд для команды рекрует. 4-1. Первая половина потихоньку уже заканчивается. Или что, другие? А что, лишний поставил? На 2-0 же выходили, нет? Вот, они тоже что-то выходят или что? Победилась синяя команда. Сейчас самое забавное будет, если они у нас спросят, и вы такие, мы сами во мнениях разошлись. Нет, нормально. Поменяли позиции. Вот и Рафрайдер приходит пятым на смену сторон. Ну, тогда и у рекруетов должен подключаться играть. Ну, вроде был. Вроде был. Ломайк. Ломайк на стол. Поехали. Или подожди. Рекруи ты. А что это? Ну, мы им тут, знаешь, чести нагоняли. Типа, вот, ребята там решили. Там, вот, дым, все, дым. Того-сего, типа, честь. Там, вот, давай, мы 4 на щепыря. Нет. Окей. Ну, пока у них 5-1. Они вроде бы как могут на педалях проехаться. И атака такая, что можно всей толпой вылететь в одну позицию. Оборону закрытую. Си-шки не оставятся. Си-шка разминочная. Пролетела в пешку. Есть инфа, что это будет Аплэн. Походу, ну, такая, знаете, первичная. Вик там, кстати, забрался. На джунгли. Нет. Неплохая, кстати, позиция могла бы быть. Ну, по названию. Типа джунгли. Ну, на самом деле, она еще, конечно, редкая. Спустимся. И атака-то теперь развернулась. Хотя-то не бы этого по-хитроя-си-шкишка хотел сказать. Но эта хаешка прям по двойку взлетает. Окей. Атака еще одна. Пытается боковую прикрывать для тиммейта. Но там никого не было из игроков. Сам же сюда продвигается. В плент не заходит. Ну, как для постановки. Позицию-то забрали, а дальше? Нет, ну, если так играть, если так заходить на бомбсайды, то, как бы, здесь вопросов никаких нет. Можно и вчетвером побегать. Бомба была установлена. Рафрайдер находит минус для команды. Есть размен от кила. Доблкил. Все спокойненько. В какой-то момент можно было немного поднапрячься из-за того, что тиммейт был где-то далеко. Обходил, по-моему, через кафе. И когда Рафрайдер нашел минус по боковой, здесь уже было немного опасненько. Если бы он выключил еще и кила, то совсем все было бы плохо. Но это очередной контакт в начале раунда. Первым же получает по голове Рафрайдер. И теперь уже будем продолжать 4 в 4. Где у Ганнибала с хпшкой тоже есть небольшие проблемы. 60% он потерял. И атака устремилась уже в сторону б-планта. Через пески и через мейн будут заходить. Должна быть информация по Ганнибалу. Было бы неплохо сюда гранату потратить. Они потратили. Выкурили соперника. Нашли минус. Амон разменивается. Он на боковой находится на данный момент. И появилась информация по эвейку. На песках Муэрта Токио в ожидании соперника. Кахила и дает МКУ по оппоненту. Находит минус раз. Ну и Муэрта Токио идет на зачистку под боковую 2. Достаточно простая первая карта у нас с вами отобразилась. В четвером вторую половину спокойно доиграли рекруиты. Не знаю где у них там пятый. Как бы на первой карте это абсолютно ничего не поменяло. Мы с вами увидели достаточно простую и спокойную игру для них. Но вот сейчас на карте Мидтаун все может в корне измениться. 5 в 4. Точнее 4 в 5 здесь играть будет крайне неприятно. Не знаю может быть мы действительно так нагнали как бы ситуации. Ну ладно там парни решили поиграть 4 в 4. А у них на самом деле пятому игроку просто надо было уйти сейчас. Резко и так все совпало. А самое знаешь будет еще обидно. Они ему сказали да ладно иди иди. Покушай пока ты только с работы приехал. Он такой ну ладно. Ушел на кухоньку сидит кушает. И пацаны ему сейчас там вконтакте не знаю сидят наяривают. Все давай пятый пришел. Он сидит сюда. А он сидит там кинушку смотрит. Не 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 он не видит этого сообщения просто. Сидит кинушку смотрит кушает. Все нормально команда меня отпустила. Но посмотрим как вторую половину вторую карту отыграют. 4 в 5 атаковать ну вроде как еще посильно достаточно. В атаке в меньшинстве играть как по мне немного проще нежели обороняться. От Мойрта Токио есть опен это омон. И заход под б судя по всему можно оформить. Там под семеркой два игрока. Более того они раскидывают уже этот выход на б сайт. Мойрта Токио дабл килл находит. И это уже преимущество для рекруид. А ну да. В атаке как хотелось бы тоже подтвердить и сказать еще что-нибудь. Дааа в четвером то здесь получше будет. Ну что можно улететь от кого-то. И мы кстати вот уже если вспоминать что-то прошлое. Разбирали тему составной психологии. Ну что в четвером ты боишься больше. За то что ты сделаешь какую-то ошибку. И поэтому люди чуть больше выкладываются. И вот в чем вопрос был тогда. Который как бы наверное еще не закрыт. Но в принципе мне кажется ответ на него более-менее есть. О том что да как. Почему когда вас пять вы не играете так же. В четвером если вас составит. То вы боитесь и начинаете играть лучше. А в пятером вы расслабляетесь. Типа ну. Камон. Ну не. Ну вот сами подумайте. И вот если хотите в обсуждение вступайте. Давайте вместе порассуждаем. Ну типа. Не? Начало миссии. Ну как? Как сделать игру в пятером такой же как в четвером. При таком же каком-то страхе. Как его поддерживать. Как его использовать во благо. Надо. Я не знаю. Вот тут есть самая блестящая психология. Как мне кажется. Которая тоже могла бы многим помочь. Не знаю. Это. С вальгалой темка. С викингами и все такое. Не страшаться смерти. Не страшаться. Почему? Потому что ну ты. Умрешь но возродишься. Вновь. Чтобы снова биться. Типа. За что ты переживаешь. Когда тебе. Тиммейт. Координатор говорит. Беги. Делай это. Почему ты стоишь. Окей. Чуть дальше эту тему. Продвину. Когда тут. Хотя тут. Бежит. Если ты что-то у меня спрашивал. Извини. Что я тебе не ответил. Я отвлекся. Я рассказывал про темку с психологией и все такое. Что вот вчетвером игра идет лучше у людей. Потому что они боятся за проигрыши. И начинают думать. И играть лучше. Сильнее. Быстрее. Выше. Ну тогда заведомо надо одного игрока куда-нибудь. Отправлять. Чтобы он там отдохнул. Вообще. Если посмотреть сейчас на статистику. У ребяток из команды рекруют. Они вообще 2-5 играют. Как-то их ничего не смущает. 7-3 просто здесь у Моэрта Токио. Заход сейчас на позиции Аплэнта. И собственно подпортили немного статистику. Здесь уже игрокам рекруют. Моэрта Токио тоже получает огромную порцию урона. Судя по всему граната там прилетела под бетро. Я немного не посмотрел что там происходило. 25% здоровья у Рафрайдера. Киллер разменивается. Закрывает Уэйка. Но в упоре Инспирейшн, который из Т77 начинает наказывать своих соперников. 2 в 4 будет продолжаться вся эта ситуация. Вот этот прыжок под Аплэнтомом он запомнит надолго. Хилай очередные две головы оформляет для команды. Помогает пройти куда. Инспирейшн на двойке. Его отсюда убирает. Киллер. И теперь Ганнибал 1 в 2. Как все быстро меняется в рамках этого матча. Просто только можно сказать, что ну вроде неплохо, Дремтим. Окей, есть чем ответить. И тут же подключаются еще два игрока, которые до этого пару раундов кемарили. А здесь решили поиграть и просто уничтожить своих оппонентов вдвоем. Окей, это 3-0 за рекруитами. Я еще также рассказывал, но тут для тебя и для тех, кто может быть только что пропустил это. Что многие боятся, когда им гранаты говорят, беги. И вот я конкретно историю слышал, поэтому рассказываю по существу у ребяток ситуация была. Дуалы боятся заходить. Им говорят, заходи. А они такие, и вот, ну что ты боишься? Заходи. Умрешь, да ну ладно, попробовал. Если что, так у вас опыт будет, дальше будете работать. Поэтому не страшитесь. Киллер пробегал с ребятками сейчас, да. Смелый раунд, в принципе, от рекруитов был. И не вышло. Но в плент вроде как пробрались. Ну а барона быстро переместилась, и все. Кстати, вот для барона в таком случае, когда ты вот видишь подобный раунд, наверное, можно тоже смело лететь, составляя пустым все позиции. Типа, ну сколько у них игроков, чтобы сделать какой-нибудь фейк? Да ну вот, вот они в четвером бегают, и все. Вот тоже такие темки. Ну, тут другой немножко подход. Четверым. Четырем. Четыре основа, три замены. Ну... Какой вариант, какой вариант. Почему нет? Ну, опять же, пока что это достаточно такая разовая, так скажем, акция в рамках нашего сезона, когда команда, будучи вчетвером против пятерых, показывает достаточно высокий результат. Но мы видели это с вами еще и ранее в рамках рядовых турниров, например. И бывало у нас в прошлых сезонах, то, что играли, начинали, по крайней мере, в четвером, потом подключался пятый. Может быть, действительно, есть в этом какой-то дополнительный, не знаю, по морали, по мотивации играть пожестче. Посмотрим, что будет дальше. Пока что 3-2, пока мы нахваливали команду рекрует, они уже два раунда потеряли. И вполне себе могут сейчас вообще пуститься в пляс с Dream Team, которые могут взять еще три сверху. 5-3 себе закончить первую половину и потом без шансов уничтожить в атаке на второй. Обороняться в любом случае будет немного посложнее, ресурсов может не хватать. Особенно, если с начала раунда кто-то один из них подставится, и там вообще к этих три уже придется мониторить позиции. По сути, каждый останется на произвол судьбы на своих позициях. Один под B, один на центральном кафе, один на позициях Апфанта. Единственное, что вот либо A, либо B будет постоянно в хелпе с центрального кафе. То есть можно поставить, мониторить ЦК либо на зонты, либо на двойку. И тогда ты будешь либо в быстром доступе к Бэпленту, либо в быстром доступе к Аппленту. Но этот раунд начинается с потери Ганнибала и с раскида гранат в сторону Бэплента, где Вейк на широкой пытается выжить. Но под него прилетело две ХАЕшки, и Вейк сейчас просто может отправиться отдыхать. Да, еще одна граната настигает по итогу Эвейком. Он разменялся, но Бэплент открыт. Идет перестрелка с центральным кафе. К слову, наверное, атаки эта агрессия сейчас уже абсолютно не нужна. У них есть вариант поставить бомбу. ХАЕшек абсолютно никаких сюда не летит. Инспирейшн принял решение поиграть с Кимпой. Но вот сейчас в рамках ретейка эта кимпа не особо ему помогает. Рафрайдер получил неплохой такой спрей на центральном кафе. 42 хп у него остается. Хилай его перестреливает. Инспирейшн с Кимпой идет на ретейк. Закрывает киллера. Ну и Хилай пытается поменять позиции. 20% здоровья у этого парня. И фулл торсом открывается Инспирейшн прямо в прицел своему сопернику. Это четвертый раунд для команды Рекрует. 4-2. Напоминаем, друзья, что первую карту наши команды заспидранили. Мы сейчас с вами уже находимся на Мидтауне. И Мидтаун также подходит, по крайней мере, на первой половине к своему завершению. ХАЕшка неточная. Рафрайдер. И вторая что-то. И все, не то пошло. И куда-то смотрит в сторону двойки. Там тиммейт, наверное, на фу, говорил. Он решил, ну, как-то там прочекать. Задался этот раунд. Так точно. Его еще и подрывает. Я просто чувствую какую-то боль, которую наверняка он сейчас испытал. Что пошло не так, как хотел. Только оставит бомбу. По лангу закрывает войка. И последним остается Ганнибал. Три соперника. Он говорит. Пробую. Рифмы. Много слова было. Про себя можно было подписать. Но сами понимаете. На 20 секунд. Он что, сейвит? Ну, тут некуда сейвить. Заходит через дым. И Хилай его закрывает. Хилай крепко вообще ставит в этом раунде. Да, у него крабов не так много. Просто нули. И не все другие там как-то запечатлелись у других ребяток. Вот у Ганнибала... О, Ганнибала, простите. У Хилая. Видео там то в прыжке ставит, то еще как-то... Ну, понимаю. То, что можно сказать. Я, кстати, вот уже третью трансляцию пытаюсь завести тему. И сейчас давайте расскажу про то, что я стараюсь сейчас заметить. Это про угол обзора. Я всю жизнь, лет, наверное, 11, играл на 80. Угол обзора ставил я. Потом последние полгода 75 ставил. И сейчас 70. И спросите, ну и что? Игра меняется. И кажется, что контроль как-то там легче. В этом есть небольшой смысл. Я понимаю, что это дает. Что вот у вас чуть ближе к центру экран становится. И как бы там от бедра, не знаю. И в прицеле как будто бы, кстати, что странно. Стал тоже играться чуть иначе. Вот. В прицеле почему? Я говорю, что смысла нет. Или как-то, ну, типа, вопрошаю. Типа, а что? В прицеле ты изменился. Просто в прицеле, когда ты его открываешь, у тебя и так там приближается. И угол обзора становится сам по себе меньше. Я не знаю, сколько он точно в цифрах становится. Не знаю, где там, может, 50. Или сколько? 40. Если по игровым меркам как-то считать. Не знаю. Не уверен, сколько точно в цифрах. Но увеличивается. Вот. Те, кто баловался, ставил, может, сколько там минимально? Можно 30 поставить. Замечал, что, ну, все слишком близко становится. К слову, там аж даже не видно, если брать М7, то вообще не видно этого ножика. Очень забавно, в общем, в этом смысле. И потестить, если кто не пробовал. На мой взгляд, показалось, что достойно внимания. И вот. Тестирую я. Тестирую. А вот последние пару дней вообще с кайфом был. А у какой-нибудь там АПЦшечка. Ну, понятное дело, что АПЦ и так хороший девайс. Просто его стало для меня, по крайней мере, чуть лучше контролить. Вот. Я заметил различия. В том, что ставить угол обзора нужно. А какая интересная 3-2-2 игра, пишет ДСАО. Интересное заявление, я бы более сказал так. Ну, если у тебя есть какое-то доказательство этому, обратись к судьям, предоставь это доказательство. И тогда они примут все нужные меры командам. Ну, а какие аргументы? Рекруиты сливают Dream Team'ом? А карта чья тогда сейчас? Я не знаю. И счет 5-2 немножко. Типа то, что Dream Team'ы сливают рекруитом 5 в 4. Может быть, и в этом суть идет. Не знаю. Нужно аргументы по-хорошему так. Да. Очень. Даже не то, чтобы аргументы, нужно доказательство. Не то, что ты мог себе выдумать там, не знаю. ХАЕшка хорошая заметела на 7. Откилая массовое убийство, принесла команде. И здесь рекруиты просто пошли душить уже своего соперника. Они не собираются играть оборону, как бы отсиживаясь у себя на позициях. Они сейчас придерживаются формата «Лучшая защита – это нападение». Они просто начинают поджимать своего соперника. Так как их четверо, им надо брать инициативу в свои руки. Ну, достаточно правильное решение. Здесь, если будут сидеть, если будут ждать, их могут подцеплять где-то по одиночке. И просто вывести свое преимущество, численное на максимум. От «Инспирейшн» был первый контакт, был минус. Но здесь на гранатах, опять же, Муэрто Токио поработал идеально. Для него это дабл-килл на двух разных АЕшках. Еще идет на добивание под ДЛ. Муэрто Токио находит трипл-килл для команды Эвейка. Ганнибал уже довые. Киллер приходит сейчас на сейв, выход от через ДЛ. Закрывает Эвейка и оставляет Ганнибала. Но Ганнибал убегает в сторону Бэпланта, где попытается поставить бомбу. А киллер ждет его под Альфой. Ввиду затишья он начинает догадываться о том, что это будет Б. Уже аккуратно оформляет перемещение в центральное кафе. Ну и далее через Т-спаун на выход семерки. И вина Бэпланта, скорее всего, все это дело будет проходить. Ганнибал не ставит. Он, видимо, ждет этого смещения. Если он сейчас убежит на КТ и пойдет ставить А, это, ну, не знаю, будет 200 IQ. Смотрим. А киллер его... Нет, он его не заметит. А, и киллер идет в сторону Апланта. Он уже в ЦК находится. Я не представляю, что сейчас у киллера в ГЛЭ происходит. Он постоял его под Аплантом, посмотрел, подождал. Убежал на Б. Отбежал Б. Здесь никого. Прибегает под А. Но вот сейчас должен будет стрейтить Ганнибала. Ну, побегали, побегали по карте. Немного наши ребятки. Он легкомысленно сейчас отнесся, кажется. Типа он вышел с бомбой на Делла. И он такой, смотри, так, кто там будет, не будет. Так, оружие достать, по-хорошему. Интересно, интересно. Не выходит. Пытались восстановить Dream Team по Даплэнд. Их встретили. И, кстати, вот я что хотел сказать тоже. Ну, кажется, что у рекруйтов глаза-то горят. Они вот именно, что страха нет. И они поэтому бегут вперед. Вот в итоге. Под шумок на бете. Врывается на Т. Спаун. Он должен Ганнибала кушать. Вот время, да, на семерке разбираются сейчас с опорой. Примечением. Это бароны. Мезмейн. Мезмейн. Раз, нашу, пошел. Там пытался второго закрытия с двух сторон. Сейчас будут играться пока Хиллай. Пытается на эти... На зонтейте забраться. Хоть и Жиза, в принципе. Ну, это по началу, в принципе, у многих Жиза. Когда ты пытаешься залезть. И вот только вот так вот выходит. Но в это время тиммейт разбирается. Оборона получает для себя раунд. 8-2 на табло. И вторая карта за командой рекруйт. Отгравшая я в четвером. Ну, не знаю. И здесь рекруйтам только пока что можно отдать должное за то, как они отстояли эти позиции. У дремтимов ровным счетом не получилось ничего. И опять же, возвращаясь к догадке нашего зрителя, что там а-ля 3-2-2 матч и так далее. Не знаю. Я опять же не буду ничего утверждать на данный момент. Это доказательства, ребятки. Если у вас есть доказательства, пишите судьям. Судьи эти доказательства рассмотрят. И, собственно, примут меры к соответствующим командам. Ну, а так, пока что это чистая законная победа. Команда рекрует. Не знаю, что произошло с дремтимами. Они сегодня просто не играли, по сути. И мы сейчас отправимся на второй матч, друзья, на сегодняшний игровой вечер. Напоминаем то, что сегодня у нас этих матчей в целом будет 3 штуки. Один мы уже посмотрели, еще 2 осталось. Так что далеко не расходитесь. Зовите друзей. Чем вас больше, тем больше Кодяо будет высвечиваться в чате. Ну, а пока музыка. КОНЕЦ